Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife! Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, Grayscale не исключили в классификации TheCash, Stellar и Horizon в качестве ценных бумаг. С Grayscale связались сотрудники отделов корпоративных финансов и правоприменения SEC, и их интересовал анализ инвестиционных продуктов компаний на базе TheCash, XLM и Zen в контексте законодательства о ценных бумагах. Grayscale признали, что каждый из этих актив в настоящее время может являться ценной бумагой или в будущем может быть признан ценной бумагой по решению SEC или Федерального суда. По состоянию на 26 августа 2022 года совокупный объем активов под управлением TheCash Trust, Stellar, Lumen Trust и Horizon Trust оценивается в 39 миллионов долларов, и для сравнения показатель крупнейшего траста компании Bitcoin Trust составляет 13,14 миллиардов долларов. Также еще одна новость. Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации харфорка в основной сети Хардана, и данный харфорк планирует активироваться когда-нибудь в сентябре. Он включает четыре предложения по улучшению сети Кардана, ориентированное на снижение транзакционных комиссий и повышение безопасности сети. Обновление также упростит взаимодействие со смарт-контрактами. Также еще одна новость. На AirPay это кастодиальный криптокошелек теперь запускает виртуальные криптокарты и кошелек для пользователей АЭС и Андроид. И платформа позволит покупателям покупать цифровые активы с помощью кредитных карт или даже банковским переводом. И весь процесс транзакций стал проще, поскольку пользователи могут без проблем отправлять, получать и обменивать цифровые активы. Платформа также позволит пользователям снимать средства только через банковский счет. Кроме того, существует возможность мгновенного использования виртуальной дебетовой карты Visa, которая позволяет тратить цифровые активы на онлайн покупки с возможностью автоматической конвертации криптовалюты в фиатную валюту. И на данный момент AirPay может поддерживать 38 криптовалют, включая биткоин, эфириум, тезер и другие цифровые активы. Также еще игра крипты говорит, что в следующие два дня биткоин должен закрыться выше 19 980 долларов, чтобы избежать паттерна медвежьего поглощения, которое обычно сигнализирует о снижении цен. Этот паттерн подтверждает, что большинство продавцов присоединяются к шартистам, т.е. нужно следить за биткоином в течение следующих двух дней. Также еще пользователь XRP криптовалют пишет, что финансовые учреждения будут интегрировать Ripple XRP в большинство других криптовалют, которые не готовы к регулированию. А технический директор Дэвид Шварц пишет, что мне сказали, что аллигатор может вырасти до 15 футов, но я никогда не видел ни одного больше четырех футов. И многие люди в комментариях подумали, что Шварц говорит о XRP о том, что в будущем XRP может быть 15 долларов. Такое, конечно, нельзя исключать, но если мы пробьем слова аллигатор по гематри, то мы получим значение эфириум и перефразируя слова Шварца мы получим. Многие думали, что эфириум достигнет 15 тысяч долларов, но он достиг чуть больше 4 тысяч. И подведя итог, остается задать вопрос, что все это значит и возможно ли, что эфириум после перехода на Proof of Stake при росте рынка может показать 15 тысяч долларов, либо Шварц имеет в виду XRP и цель 15 долларов также будет хороша. Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, кто хочет может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok